Всем привет, с вами Тарко и у меня для вас очень хорошие новости. Ребята, наконец-то на СамПРП вышло реально годное и глобальное обновление. Система багажника, инвентарь, интерьер мэрии, конгресс, ограбление банков, новый интерьер для банков, система сожительства и много-много другого. Но давайте обо всем по порядку. Инвентарь. Да, ребята, именно инвентарь. Наконец-то, спустя несколько лет ожиданий, в игру был добавлен инвентарь. Открывается он с помощью команды Slash Eye. И помимо предметов, что мы переносим, в инвентаре мы еще видим свой скин, полоску ХП, броню и сытость. Также в инвентаре есть кнопочка Trade, торговля или обмен. Подходим к другому игроку, нажимаем Trade, выбираем, что хотим передать, смотрим, что нам передают и соглашаемся. Передавать можно как и предметы, так и деньги. Далее, багажник. Открыть его можно с помощью команды Terran и, собственно, сложить в него все, что вам нужно. Чем выше класс машины, тем больше его вместимость. Также очень важный момент. Блокировка багажника. Команда T-Lock. Советую багажник держать постоянно заблокированным, иначе любой мимо проходящий бомж сможет вас ограбить. Также багажник можно взламывать. Команда T-Hack. Но для этого понадобится набор для взлома, который могут создавать только байкеры. Создается он в баре байкеров с помощью команды GetHack. На его создание уходит 500 материалов со склада. Также байкеры эти наборы могут продавать и другим игрокам. Чем выше класс машины, тем ниже шанс взлома багажника. Сам процесс взлома проходит как мини-игра. Далее, обыск багажника. Полицейским и ФБРовцам добавлена команда T-Frisk, с помощью которой можно обыскивать багажники. Закрытый багажник обыскивать нельзя. От обычного открытия багажника обыск отличается тем, что открывается не визуальный инвентарь, а просто список предметов, и появляется функция «изъять». Далее, интерьер мэрии и конгресс. Вот так вот теперь выглядит мэрия. Вот тут можно смотреть цены на заправках, барах, магазинах и клубах. Рядышком в одном из кабинетов есть сердечко для новичков. На втором этаже есть комната охраны, переодевалка, оружейка. На третьем трудоустройство, заявки на смену ника, зал для совещаний. Также есть вот такой вот солидный кабинет с черным экраном на стене, на котором в реальном времени отображается онлайн в госфракциях. Возможно, тут будут собираться министры или лидеры разных фракций. Также на третьем этаже находится конгресс. Я так понимаю, в этом зале мэр будет выносить на голосование очень важные для штата вопросы, а конгрессмены будут спорить и голосовать. Мне кажется, это будет очень интересно и сделают фракцию мэрия более привлекательной для игроков. Хочется уже поскорее увидеть эту систему в действии. Выборы в конгресс, обсуждение законов, голосование. Очень интересно. Думаю, это будет круто. Далее, четвертый этаж мэрии, просто кабинеты, пятый этаж, тоже кабинеты, кабинет директора, но на пятом этаже еще есть вот такой вот аварийный выход, пробежав по которому, мы попадаем в коллекторы, где нас ждет лимузин и две бронированные машины охраны. Я так понимаю, это на случай экстренной эвакуации мэра или важных персон при заминировании или захвате мэрии. Далее, система сожительства. Теперь каждый владелец дома может добавить себе сожителя. Открываем меню дома, добавить сожителя и вводим его ник. Сожитель может пользоваться вашим шифонером, может переодеваться, но только в свои скины. Также он может с помощью команды FixCar призвать у вашего дома свой автомобиль. А также вы можете дать своему сожителю доступ к сейфу. Меню дома, доступ к сейфу. Далее, изменена система сдачи на права. Заходим в автошколу, идем во второй кабинет и оплачиваем сдачу. После чего идем в первый кабинет, встаем на пикап и отвечаем на вопросы. После вопросов идем на стоянку, берем машину и проезжаем по заднему двору автошколы несложный маршрут. Все, сдача окончена. То есть, как вы понимаете, был изменен маршрут. Вместо покатушек по городу, теперь мы катаемся по заднему двору автошколы. И добавлена теоретическая часть с вопросами. Далее, ограбление банка, новый интерьер и новые банки. Как вы помните, раньше было всего три банка. Теперь же их 10. По два в каждом городе и четыре в деревнях. Более подробное их местонахождение можно посмотреть в GPS. Слэш GPS, важное и в конец списка. У всех банков одинаковый новый интерьер. Выглядит он вот так вот. И теперь самое интересное. Мафиям добавлена возможность грабить эти банки. Ограбление генерируется случайным образом. С трех часов дня до девяти вечера по серверу. Один раз в день. После стрелы мафии активируется сбор участников на базах организаций. Чтобы присоединиться к ограблению, нужно встать на пикап возле NPC у особняка своей организации. Игроки 8 плюс ранга могут добавляться самостоятельно. Если ранг игрока ниже, я так понимаю, их нужно добавлять вручную более высоким рангом. За успешное ограбление игроки получают верты, личный рейтинг и рейтинг для мафии. Сам процесс ограбления выглядит очень интересно. В чате проскакивает сообщение от NPC. Он приглашает вас на важное дело. Подходим к нему и стоим на пикап. Ждем 10 минут. В это время к ограблению подключаются и другие участники. После чего запускается таймер. 30 минут на само ограбление. Сразу же отправляемся в СФА и воруем бомбу. Это может сделать и кто-то один. После чего всем участникам ограбления на черном рынке нужно купить по сумке. И уже после этого можно отправляться в банк. Кстати, если в группе мало участников, то вам выпадет мелкий банк. Если много, то крупный городской. Чем круче банк, тем больше денег. Думаю, это понятно. Когда вся группа доберется к банку, тот, кто поднимал бомбу в СФА, должен заложить ее у хранилища. Пройти мини-игру. После чего запускается таймер до взрыва. Кто не успеет отойти, получит дамаг. Бомба взрывается. Вход в хранилище открыт. Участникам присваивается розыск. Запускается сигнализация и запускается новый таймер. 60 секунд. За это время грабители должны вынести с хранилища деньги, которые хаотично разбросаны по полу. Если кто-то не успеет покинуть хранилище в отведенное время, то он автоматически попадает в КПЗ. После ограбления деньги нужно привезти специальному NPC. Все. На этом ограбление завершается. Далее по мелочам. Изменены экстерьеры возле банка LS, мэрии и SF News. Обновлен античит, исправлены мелкие баги и добавлена вот такая вот интересная штука. Пишем в чат собачка и ит игрока. И нам в чат выдает его полный ник. Вот и все. Насколько это глобальная и крутая обнова, судить уже вам. Мне скажу честно, многие моменты очень понравились. Молодцы. Поработали. Всем спасибо за внимание. С вами был Тарко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и играйте в сам вместе со мной на проекте сампрп.ру на сервере Revolution. Айпишник сервера и мой промокод хэштег Тарко в описании под этим видео. Всем пока и всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok